Глава Анапы Сергей Сергеев был в Джигинской школе в августе. Оценил ход ремонтных работ. Обновление было затеяно серьезное. Это и понятно. 27 лет школе и ни одного капремонта. Больше 4 миллионов рублей с краевого и муниципального бюджетов на исправление ситуации. В эти дни масштабные работы на финальной стадии. Самое ценное – ремонт кровли. Основное сделали летом. Сейчас последние штрихи. Куратор сельских территорий, заместитель главы Анапы Александр Колесников осмотрел преобразование. Работа еще долго будет? Два-три дня и будет уже закончено. Работа не хватает? Вам уже сейчас стоят такие работы, на которые достаточно того количества некоторого здесь нет? Понятно. По качеству как работа? Оценивайте сами. По качеству нормально. Все проклеивается, все делается, крыша течь не будет. Капитальный ремонт 11 туалетных комнат. Еще одно большое и затратное дело. Затратное не только по финансам, но и по времени. Делают все так, чтобы комар носа не подточил. Левое крыло сдают на днях, правое на время закроют. А часть школьников не больше, чем на две недели переведут во вторую смену. Родители готовы мириться с временными неудобствами. Нас предупредили. Мы были готовы к этим нюансам. И по возможности школа все равно сделала все так, чтобы облегчить присутствие строительных работ во время учебного процесса. Они на эту тему постарались. Директор школы Жанна Черноволова и правда постаралась грамотно расставить приоритеты. И не упустить возможность дать вторую жизнь любимой джигинцами школе.